Я расскажу вам про книгу «Постдраматический театр». Ну, для начала пару слов про вообще саму эту книгу и про Лемона. Лемон — немецкий театровед старшего поколения, то есть он родился в 44-м году, и активно продолжает заниматься историей и теорией театра. Собственно, вот его имя связано как раз с этой книгой, в первую очередь, «Постдраматический театр». В принципе, для того, чтобы понять значение этой книги для современной театральной мысли, наверное, стоит сказать такую вещь, что, чтобы понять влияние этой книги на современный театр и среди практиков, и среди теоретиков театра, что сказать что-то про Лемона, ну то есть, что «я за», «я против Лемона», «какой хороший Лемон» или «какой нестерпимо ужасный», это, в общем-то, такой хороший тон, это маркирует то, что человек в теме. Если так коротко резюмировать книгу, то здесь он прослеживает генезис современного театра, вот той театральной ситуации, в которой находимся все мы с вами. Собственно, вот здесь оригинальное издание, первое издание на немецком языке 99-го года, и справа российское издание 2013-го года. То есть, на самом деле, эту книгу еще до перевода, в принципе, так или иначе, все прочитали, до перевода на русский в английском виде, и, в общем, эта книга уже вошла в научный оборот. Вот. Ну, начнем. Собственно, чтобы понять, что такое постдраматический театр, не будет открытием, что надо объяснить, что такое драматический театр. И, в общем, Лемон предлагает такую концепцию, предсхождение постдраматического театра. Я для начала сразу скажу такую вещь, что он как раз и начинает книгу с того, что, в принципе, конечно, можно было бы, многие бы сказали бы, что это постмодернистский театр, но это будет не совсем точным по Лемону, потому что, как утверждает Лемон, постмодернизм — это характеристика эпохи, в то время как постдраматизм характеризует не столько время, сколько набор определенных эстетических задач, которые возникают в театре, которые он решает. Собственно, что утверждает Лемон? Что драматический театр — это феномен европейской культуры, имевший место в период с начала нового времени и до второй половины XX века. То есть, естественно, что даже не у профессионала тут возникнет сразу вопрос. Хорошо, а как так? Что делать тогда с античным театром, с восточным театром? И здесь Лемон говорит о том, что, естественно, это тоже театр, однако то, чтобы называть драматическим театром, это именно очень локальный такой феномен, вот именно европейский, и остальные театральные формы организованы абсолютно по-другому, нежели этом. Вот какие основные черты драматического театра по Лемону, если, в общем, кратко резюмировать. Ну, прежде всего, спектакль — это иллюстрация пьесы. То есть, театральное искусство подразумевается несамостоятельным. И, в общем, оно действительно в контексте общей эстетики довольно долго так и мыслилось. То есть, театр — это нечто вторичное по отношению к литературному продукту. В центре спектакля всегда герой и его действия. Тут, собственно, в общем-то, тоже понятно, что имеет в виду Лемон. Что классическая драматургия и вообще классический театр сконцентрированы, ну, понятно, на героя и, соответственно, на актере. То есть, сценография, музыкальное оформление спектакля, световая, классическая партитура организовываются центрированным на актере. Цель театра — это создание иллюзий, подражание жизни. То есть, спектакль мыслится именно как, опять же, несамостоятельное нечто, но не только по отношению к пьесе, но и по отношению к жизни, которую должен выражать театр. И при этом Лемон еще говорит по поводу того, что театральная форма на протяжении всего этого времени строится таким образом, что театр оказывается выражением некой идеи всегда. То есть, что его в таком контексте можно прочитать. И Лемон, в общем, говорит о том, что вот это все длится достаточно долго, и потом театр к концу XIX века, он фактически, и драматургия тоже, она достигает некого такого вот абсолюта. То есть, совершенства формы и предела своих идей, когда идеи уже начинают опровергать сами себя. И вот Лемон выбирает рубеж 1900 год, хотя там, конечно, можно спорить с ним. И в драматическом театре начинаются изменения. То есть, в театре появляется саморефлексия. То есть, сценическая форма начинает себя мыслить постепенно не как подражание жизни, не как воплощение пьесы, а непосредственно как некая сценическая реальность, которая может быть обнажена. Далее, тут важным начинает становиться фигура режиссера. То есть, в классическом театре, в общем-то, режиссер подчас даже не требовался. То есть, если, например, мы берем французский классицистский театр, то что мы видим? Что эта эстетика настолько цельная, настолько регламентирована все, вплоть до каждого жеста актера, настолько регламентирована то, как должен выглядеть место действия, как должен выглядеть герой, что нужды в режиссере нет абсолютно никакой. Когда же режиссер появляется в течение XIX века, то это фактически фигура административная. Режиссер отвечает, условно, за то, чтобы все костюмы были вычищены, и чтобы пистолет был заряжен холостым патроном, если это требуется. Вот за это отвечал и режиссер. Но в конце XIX века возникает целый спектр различных идей, которые напрямую начинают влиять на режиссуру и на понимание вообще специфики театра. То есть тут, конечно, на первое место можно поставить, с одной стороны, идеи Рихадерда Вагнера, Гезам Кунстверк, с другой стороны, рождение трагедии из духа музыки Фридриха Митша. И, в общем, эстетика театра того времени, она как раз формируется под влиянием этих идей. То есть сценическое действие не должно быть само по себе. Должна быть какая-то организующая его воля. И вот функцию вот этой организующей воли сценического действия берет на себя режиссер. И третий аспект вот этих изменений. Постепенно происходит разрыв театра и драмы. То есть то, что уже было сказано по поводу саморефлексии театра, сказывается не только на сценическом действии, но оно сказывается еще на отношениях театра с драмой. То есть все больше и больше театр себе позволяет отход от литературного текста. И в это время можно как раз появляться те деятели театра, которых Лемман называет истоками постдраматического театра. Там он перечисляет целый ряд фигур, но поскольку у нас не так много времени, скажу всего там про несколько. То есть, ну, это прежде всего Бертольд Брект, это Антона Нарто. Ну, если остановиться на этих фигурах чуть подробнее, то Брект, идея эпического театра Бректа, с одной стороны она еще очень рациональна, она вписывается в классическую эстетику, но с другой стороны он радикализирует все предшествовавшие отношения между пьепьесой и сценическим действием. Не читоподобное, но с другого, скажем так, ракурса делает близкий к кругам сюрреалистов Антонен Арто. Арто и его идея театра жестокости. То есть, он... Арто... Театр жестокости Арто выдвигает принципиально новый тип отношений сценических. То есть, на первое место, опять же, ставится не вербальная, не пьеса, а ставится некое переживание сценического действия. То есть, ну, для Арто, это связано и с актером, и со зрителем. Помимо этого, другие две важные фигуры для геннессиса современного театра. Это, с одной стороны, Всеволод Мирхольд и Эдвард Гордон Крэг. Ну, Мирхольда, в общем, справедливо, нельзя свести к какой-то одной идее, это целый комплекс идей, но, скажем, то, как он радикализирует разрыв пьесы и театра, как он обостряет эти отношения, видно на примере такого спектакля, скажем, как «Великодушный эргоносец». То есть, когда актеры играли не только своего персонажа, но и отношения актера к своему персонажу. Помимо этого, другая важная фигура для Лемона – это Эдвард Гордон Крэг. Крэг известен своими изобретениями в плане сценографии, и он фактически один из тех, кто разрабатывает теорию режиссерского театра. То есть, у него появляется идея актера-сверхмарионетки. При этом он говорит об актере-сверхмарионетке, конечно, не в уничижительном смысле, а наоборот, как то, что свобода творчества возможна только, когда актер воплощает некий замысел, превосходящий его. Ну, тут вполне можно провести параллель с ниши, что есть человек, нечто, что должно преодолеть. Помимо этого, Лемон также находит влияние на современный театр в таких направлениях, как символизм, сюрреализм, экспрессионизм, дадаизм, ну, и некоторых других. Собственно, с 1970-х для Лемона начинается время постдраматического театра. В принципе, на момент написания книги, то есть в 1999-м, эта ситуация была еще ситуацией театральной, постдраматического театра. Хотя вот тут совсем недавно Лемон приезжал год назад в Россию, и он, в общем, говорил о том, что на его взгляд сейчас, вероятно, начинается какая-то новая эпоха в театре, но, тем не менее, многое из того, что он говорит про постдраматический театр, вполне-вполне актуально и для сегодняшней театральной реальности. В противовес классической эстетике, когда так или иначе, ну, понятно, есть какие-то направления, которые сменяют друг друга, постдраматический театр предельно разнороден. Он не может быть сведен к какой-либо одной тенденции. То есть вот то, что еще появилось в начале XX века, когда искусство разделяется на целый набор направлений, здесь радикализируется. И однако при этом Лемон говорит по поводу такой вещи, что вот эта вся революционность постдраматического театра и как бы то, что на первый взгляд может показаться, что уж слишком силен этот разрыв с классической парадигмой искусства, что он на самом деле, во-первых, закономерен, и во-вторых, является логичным следствием того театрального процесса, который был ранее. Собственно, вот основные черты постдраматического театра по Лемону. Ну, если, опять же, классическая эстетика, о которой вот я все время ссылаюсь, спектакль подразумевал некую иерархию, то есть в центре текст, и все остальные элементы спектакля ему подчиняются, то в постдраматическом театре все элементы спектакля равноправны между собой. Далее происходит довольно сильное смещение в самом восприятии театра. То есть, опять же, если к классической эстетике театр нам сообщал некую идею, то здесь акцентируется важность самого театрального процесса и самого театрального переживания. И, опять же, то, что началось уже в начале XX века, здесь радикализируется еще сильнее. То есть театр не стремится быть подражанием реальности, он стремится создавать свою реальность и с реальностью взаимодействовать напрямую. Среди вот средств, какие Лемон перечисляет, говоря о постдраматическом театре, здесь далеко не все, ну, то есть я все-таки советую прочитать книгу, но вот то, что я уже был сказал, отсутствие иерархии, это уже непосредственно то, что на сцене происходит. Например, использование одновременно сценического действия, то есть что в сценическом пространстве есть несколько равнозначимых элементов, которые происходят параллельно. Или, например, что еще бывает, скажем, когда спектакль невозможно посмотреть полностью за один раз. То есть что действие происходит сразу на нескольких площадках, и зритель вынужден перемещаться, так или иначе, выбирая, куда он пойдет и что будет смотреть. Далее Лемман говорит, например, про игру с плотностью знаков. Ну, если говорить про методологию Леммана, то, конечно, он в значительной степени воспитан на французской мысли второй половины XX века, то есть на постструктуралистах, и, в общем, семиотика и вообще семиотические понятия для него крайне актуальны. И он говорит по поводу игры с плотностью знаков. То есть сценический текст может быть или настолько перенасыщенным, что у нас начинают возникать трудности с какой-либо интерпретацией того, что происходит на сцене, с тем, чтобы как-то это структурировать для себя, или, напротив, сценический текст настолько минималистичен, что, вот как иногда бывает в современном театре, зритель говорит, как бы, а на что здесь смотреть. Потом Лемман говорит, скажем, про такую вещь, как музыкализация. То есть что он под этим подразумевает? Естественно, что музыкальное оформление использовалось в театре всегда. Однако здесь появляются новые типы отношений. То есть то, что музыка начинает организовывать сценическое действие. Дальше он говорит по поводу визуальной драматургии. И, в общем-то, это сходный случай с музыкализацией. То есть визуальная драматургия, она как раз и подразумевает то, что центром спектакля становится визуальное оформление, и оно является основным источником смыслов. Другой немаловажный момент — это телесность. При этом телесность, она, понимаете, ну, скажем так, в духе гипернатурализма. То есть что концентрация и внимание на человеческом теле, при том как теле и исполнителя, и зрителя, в этом театре возникает. Потом, ну, Лемон говорит о таких вещах, скажем, как монологии и хор, что они используются несколько иным образом в постдраматическом театре. Вторжение реального. Это вот как раз связано отчасти с телесностью, о которой я уже сказал. То есть что постдраматический театр, он работает с вот такими вещами, которые действительно реальны. То есть что постдраматический театр, например, и вот если устраивать здесь спектакль, то совсем не требовалось бы, скажем, здесь ставить какую-то сцену, можно было бы обживать вот это же пространство и как-то его концептуально использовать. И вот постдраматический театр с этим активно играет. Ну вот гипернатурализм, я уже отчасти говорил, с ним в связи с телесностью. Развлекательность. Здесь вот как раз такая вещь, которая вступает в явное противоречие с классической эстетикой, которая нам пытается нечто в итоге поведать через театр. То есть что зритель может просто прийти в театр именно ради развлечений, и что театральный текст как раз может так и строиться. То есть это, например, такая структура спектарля, которая, в общем, состоит из номеров. Ну, Лемон дальше говорит про общее пространство. Это как раз то, что пространство становится, в постдраматическом театре организуется таким образом, что пространство становится даже не просто концептуальным, что оно становится центром спектакля. Ну, то есть, например, это уже, скажем так, общее место, играть спектакли за столом, когда зрители сидят вместе с исполнителями. Вот буквально рядом друг с другом. Ну, тут я немного скажу про деятелей постдраматического театра, правда, очень легло. У Лемона там большой список, но у меня несколько имен, связанных именно с моими симпатиями в этом списке. Ну, это Питер Брук, это Роберт Уилсон, это Анатолий Васильев, это Ижи Гротовский, это Эймунтес Некрошус, это Эйджинио Барба, это Тадеуш Кантер, это Пинер Бауш, что характерно, он ее тоже зачисляет в детеле постдраматического театра. Это такие драматурги, как Хайнер Мюллер, Петер Ханке, ну, и несколько фотографий, спектаклей. Ну, вот, к вопросу про визуальную драматургию, можно, например, привести там Роберта Уилсона, то, что он делает. Я думаю, что тут здесь достаточно видно, как драматургия цвета, как это все делается. Умерший класс Тадеуши Кантера, тоже знаменитый спектакль, Махабхара Тапитера Брука, Ателла Некрошуса, при этом, собственно, вот, в принципе, вот, как бы, я выбираю такие имена, которые многие здесь, в принципе, даже могли видеть. То есть Некрошус регулярно бывает в Петербурге, Роберт Уилсон в Москве, его привозили. Вот. Благодарю за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова